Друзья мои, всем привет! Сегодня мы будем запускать бойлер в работу, заполним его водой. И я вам покажу все прелести подключения в системе инсталляции. В общем, сегодня будет рассказ про то, как я применил данную технологию и как она в работе. Смотрим, и если кому-то из вас пригодится данная система в работе, я буду только счастлив. Также спасибо всем за лайки, за комментарии, которые вы пишете. И обязательно напишите, что вы думаете про данную систему. Поехали! Итак, я думаю, все уже помнят, что я подключил данный бойлер в нашей системе инсталляции. Вот она кнопочка фирмы ГРОЯ. Так, и теперь для того, чтобы иметь доступ до подключения, мы должны просто снять кнопочку. Кнопочка снимается просто, потому что это ГРОЯ. Просто потянули наверх и открыли подключение. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Все подключение у нас происходит здесь То есть мы спокойно можем достать до кранчика И открыть его для заполнения Здесь у нас дополнительный кранчик Но мы им пользоваться не будем Никогда, ни в коем случае Потому что нам нужно Чтобы во время работы бойлера Работал вот этот предохранительный кламп Он будет скидывать давление в бойлере Когда вода будет нагреваться Она будет расширяться Давление куда-то должно деться И через этот предохранительный клапан Она будет скидываться прямо в инсталляцию То есть потом будет по вот этому дренажу Стекать в инсталляцию Но мы этого не забейте Потому что будет очень происходить Все медленно Итак, открываем кранчик Открываем кранчик Все, кранчик открыт Вода пошла Как проверить, есть там вода или нет Вот этот кранчик открываем тоже Вот, видим Вода идет Следовательно, вода в системе Так, теперь Открываем кран для заполнения бойлера Вода начала заполнять бойлер Для того, чтобы полностью опустошить бойлер От воздуха и заполнить его полностью водой Нам нужно открыть еще вот этот кран Воздух будет через этот кран выходить Соответственно бойлер будет наполняться Нам нужно закрыть кран горячей воды Чтобы вода не текла Открываем кран горячей воды И спускаем воздух Когда нет возможности сделать монтаж счетчиков в шахте Можно вот так вот вывести под раковину Счетчики Установить обратные клапана Обязательно, когда у вас есть единички туш Либо когда у вас есть бойлер Всегда устанавливайте обратные клапана Без них категорически запрещается это все делать Вот здесь вот у нас получается под раковиной Установили мы краны, счетчики Вот это вот у нас выход Это для посудомоечной машины Он здесь вот за стенкой Это розетка вот внизу вот для посудомоечной машины Здесь у нас получается выводы пойдут на смеситель Смеситель будет у нас здесь вот находиться Вот такой вот вариант Очень классный, практичный Много раз я уже использовал его Когда не было возможности установить счетчики в шахту Вот сюда вот в кухню Под кухонный гарнитур Спокойно можно их поставить И всегда в доступе, всегда видно Один счетчик получается на туалет с ванной и на кухню Вот все, пользуйтесь очень удобно Как только воздух перестанет идти и пойдет вода Следовательно, бойлер наш заполнился на 100% Сразу проверяем соединение на герметичность Чтобы ни одна капелька воды у нас не выступала Если воды нет, то значит все хорошо Смотрите как Из-за того, что вода очень холодная Образовался вот такой вот налет Здесь у нас все блестит Также все здесь должно быть сухо Но естественно за исключением того, что вода у нас вот здесь И так, пока наполняется бойлер Хочу еще сказать про плюсы данной системы подключения Как мы видим, то что у нас нет никаких дренажных трубок Эти дренажные трубки, если бы я поставил предохранительный клапан сюда Нам нужно было бы каким-то образом дренажную трубку спустить в канализацию Либо в инсталляцию, как я делаю обычно Данная система подключения, данный способ подключения Уже избавил нас от обязательной установки дренажной трубки Чтобы в будущем, когда давление бойлера будет повышаться Чтобы дренаж не капал нам на пол Следовательно, данный способ подключения Обеспечит нам 100% избавление от дренажа Он все будет происходить через инсталляцию И, как я уже сказал, в унитаз Также установил кран для слива бойлера Многие просто заказчики предпочитают опустошать полностью бойлер На время его неэксплуатации Это, в принципе, делать не обязательно Просто вам время от времени нужно сменить воду, которая находится в бойлере Ну, это раз в месяц, либо раз в два месяца Открываете просто так же все краны Отпускаете воду И считаете, что вода у вас обновилась Все, можно также опять в закрытом состоянии еще пару месяцев его подержать Ну что, наверное, бойлер у нас заполнился Пойдем проверим Ну что ж, наш бойлер заполнился Все, можно закрыть краны И включить бойлер в розетку Но этого мы дела сейчас не будем Так как нам не нужно его запускать Мы просто хотим убедиться в том, что бойлер Когда он заполнил, он звучит иначе Что бойлер у нас герметичен Протечек нету И все у нас функционирует Так, давайте еще один момент Посмотрим, как у нас происходит слив Слив воды через клапс Перекрываем кран И открываем кран Вот таким вот образом Через вот этот кранчик Можно слить воду с бойлера Почему у меня предохранительный клапан Стоит именно до крана Потом идет кран для слива И уже потом идет в бойлер Потому что здесь вот на предохранительном клапане Нарисована стрелочка Каким образом нужно устанавливать Если мы установим предохранительный клапан до крана Следовательно, мы не сможем уже сливать воду, потому что обратный клапан здесь не даст этого сделать. Поэтому устанавливаем до слива. Понятно? Все. Ладно. Короче, система работает. Подключение у нас вот такое. Отличное. Следовательно, я свою задачу выполнил. Подключение сделал. Все работает. Все прекрасно. Поэтому всем, кому понравился данный способ монтажа, ставим пальчики вверх. Пишем в комментариях ваше мнение про данный способ. И обязательно включите колокольчик. Смотрите другие видео. Лайкайте. Пишите комментарии. И все. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Ленар Гарипов на канале Перестроек. Всем хороших ремонтов. Всем пока-пока. До встречи. Кстати, после можно кнопочку обратно поставить на место. Все? Класс.